Здравствуйте! В данном видео речь пойдет о реле постоянного тока типа РП-3. Реле РП-3 предназначен для коммутации электрической цепи постоянного и переменного тока в аппаратуре связи и другой радиотехнической аппаратуре летательных аппаратов. Реле РП-3 производилось на московском машиностроительном заводе «Маяк». До недавнего времени на сайте завода была информация, что реле еще производится. Ну, недавно я смотрел, такую информацию я уже не нашел. В каком году это реле было разработано, к сожалению, я не знаю. Известно только, что в 1958 году оно уже выпускалось. Конструкция реле РП-3 практически идентична к конструкции реле РП-2. Отличие заключается в количестве рабочих переключающих контактов, групп и количестве обмоток. У реле РП-2 два рабочих переключающих контакта и одна обмотка. А у реле РП-3 три рабочих переключающих контакта, один вспомогательный размыкающий контакт и две обмотки с центральной выводом. Про это я чуть попозже расскажу конкретно, когда разберу реле. Все элементы реле размещены на лизационном основании. Вот такое лизационное основание, которое имеет выводные штырьки. Это выводные штырьки контактов. Это выводные штырьки обмотки. Сверху имеется вот такой кожух металлический. У старых реле этот кожух вот такой вот порошковой краской покрашен черного цвета. Как видим, имеет два шильдика алюминиевых. На одном шильдике обозначена схема и вывода. На другом шильдике обозначен тип РП-3, заводской номер и логотип предприятия-изготовителя. На шасси аппаратура реле крепится при помощи двух винтов. Специальные уши для этого имеются. У более современных реле кожух выкрашен в серый цвет и шильдиков уже нет. А все надписи выдавлены прямо на кожухе. Ну и сам кожух, что у современных, что у старых типов реле, крепится на основании за счет двух винтов. Вот этот раз. Едва. Внутри реле выглядит вот таким вот образом. Вот магнитная вип-система. Ш-образная. Якорь, на котором закреплена изоляционная колодка с подвижными контактами. Вот они двигаются. На центральный стержень одета катушка с обмотками. Вот тут возвратная пружина, которая одним концом закреплена к якорю, видите. А вторым концом закреплена на магнитопровод. Имеет тут вот такой винт, которым можно регулировать натяжение возвратной пружины. На катушке мы можем видеть шильдик, на котором заводской номер, который по идее должен совпадать 69, 66, 58. А он не совпадает 69, 62. Ну не суть. Там есть еще логотип также. Этого плохо видно. Контактная система, как я уже говорил, состоит из трех переключающих контактов. Трех контактных групп. Каждая из которых представляет из себя один переключающий контакт. Неподвижные контакты встроены в основание. Имеют серебряные такие контакты, приваренные к шинкам. Подвижные контакты закреплены на подвижной контактной пружине. Которая, как я уже тоже говорил, закреплена на анализационной колодке на якоре. Еще одна контактная группа. Это у нас с этой стороны. Это один размыкающий контакт. Это вспомогательный контакт. Этот контакт в нормальном положении шунтирует держивающую обмотку катушки реле. То есть в нормальном положении, к этим выводам катушки, подключена только пусковая обмотка. Такая конструкция позволяет уменьшить время срабатывания реле. Работает реле следующим образом. Первоначальный момент, когда на реле не подано напряжение срабатывания, Нормальный разомкнутый вспомогательный контакт реле шунтирует обмотку удерживающую, как я уже сказал. Вот он. А к выводам, к этим, как я уже тоже сказал, подключена только пусковая обмотка. При подаче напряжения, на эти вывода, якорь с подвижными контактами Переключает контактные группы, в том числе размыкает нормально замкнутый вспомогательный контакт. В этот момент обе обмотки, и пусковая, и удерживающая, включаются последовательно. И реле может в таком положении находиться очень долго. После снятия напряжения, контакты возвращаются в исходное положение, И удерживающая обмотка шунтируется вот этим контактом опять. И по характеристике реле, обмотка у него на 27 вольт постоянного тока. Рабочие контакты могут коммутировать ток 8 ампер постоянного тока и 3 ампер переменного тока. На разомкнутых контактах может быть 30 вольт постоянного тока и 200 вольт переменного тока. Далее я соберу схему, посмотрим, как это реле работает, с ними временные характеристики. Я собрал схему. В качестве источника питания у меня будет китайский блок питания, коротко, 3005D. Я на него выставил 27 вольт. В качестве измерителя и параметров реле у меня будет измеритель параметров реле цифровой F2901. Проверяем время срабатывания. 8,6 мс время срабатывания реле РП3. Теперь проверим время возврата. 2,7 мс. 2,7 мс. Время возврата. Сейчас посмотрим поближе, как реле работает. Вот это якорь, он не это провод. Нормально замкнутый вспомогательный контакт. Посмотрим, как работают рабочие переключающие контакты. Это неподвижные контакты. Подвижный контакт. На этом мой рассказ о реле РП3 заканчивается. Как всегда, подробную информацию о реле можете посмотреть на моем сайте. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, оставляйте свои комментарии, а также подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание. Всего хорошего.